Баскетболисты Самары Семиматчевую победную серию прервал дебютант Суперлиги. Команда из деревни Голикова между Химками и Зеленоградом в Московской области. Чемпионы страны, баскетболисты Самары, отправились от психологического удара только под финал матча. Но было уже поздно. Сирена возвестила о поражении горожан при счете 86-97. Такого спортивного унижения команда не испытывала уже давно. А тренер Руны Олег Акулов объяснил успех просто. Несмотря на то, что в начале игры мы не забивали практически трехочковых бросков, мы достаточно успешно атаковали и давили в зону в трехсекундную и набирали оттуда очки. Я думаю, что вот это и является прежде всего тем фактором, который повлиял на результат. То есть командная дисциплина, постановка на игру была выполнена. Не помогла Самаре победить и результативная игра Александра Лавникова. 17 очков. Антон Глазунов набрал 19. 23 на счету Владимира Печкурова. А вот североамериканский защитник Баден Яксон не смог помочь команде в полной мере ни в защите, ни в нападении. В копилке всего 7 очков. Главный тренер взял всю вину на себя. Я должным образом не настроил игроков на эту игру. Игра была проиграна в первой половине. Мы потом пытались что-то взять. Ну, соперник почувствовал уже кровь, почувствовал атаку. Все лидеры сыграли. Кого мы разбирали, те нас и наказали. Реабилитироваться перед болельщиками самарцы попробуют на выезде. Их ждут дальневосточные команды. «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Пятый в чемпионате страны. И лидер турнира «Спартак-Приморье» из Владивостока. Игры пройдут на следующей неделе, 27 и 30 ноября. Самара пока на втором месте. Это были самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. Субтитры создавал DimaTorzok